Здравствуйте! Это программа «Зелёная экономика». Телепроект канала 24КЗ. Это о самом главном, об экономике будущего. Один из самых распространённых видов мусора на планете – окурки сигарет. Вот так неожиданно вопросы здоровья переплетаются с темой загрязнения окружающей среды. Но, как известно, нерешаемых проблем не бывает. Даже с этим видом мусора борьба уже ведётся, причём весьма необычным способом. Окурки перерабатывают в строительные материалы и удобрения. Сегодня уже работает даже специальная международная программа. Недавно восьмой участницей проекта стала Австралия. А придумали его в Канаде. И за два года в Ванкувере было собрано около пяти миллионов окурков. Ванкувер – единственный город, где инфраструктура проекта налажена полностью. От сбора и приёма до переработки сигаретных окурков. Для этого вида мусора здесь установили даже специальные контейнеры. По мнению мэрии, такие меры должны способствовать наведению чистоты на улицах города. В том числе и с помощью таких экологических мероприятий. Ванкуверцы стремятся к 2020 году завоевать титул самого зелёного города в мире. Несмотря на то, что они считаются малокурящими, в год здесь собирают около трёх с половиной миллионов окурков. И теперь самое интересное. Из такого специфического мусора можно изготовить строительные материалы и даже пластиковые изделия. К слову, Канада не единственная страна, где перерабатывают остатки сигарет. В мире таких государств восемь. Недавно к посттабачному движению присоединился и зелёный континент. В Австралии планируют выпускать из них пластмассу. А в Штатах уже научились делать из простых окурков пепельницы, шпалы и пеллеты. Из двух тысяч сигаретных окурков можно произвести один килограмм пластика. И вот ещё несколько фактов. Ежегодно курильщики оставляют после себя более четырёх с половиной миллиардов окурков. А это более 760 тысяч тонн мусора. Зелёная логистика в Казахстане. Что это такое и как это работает? Продемонстрировать это на собственном примере взялась одна из отечественных компаний. Бизнесмены поставили перед собой амбициозные задачи озеленения экономики. Основной принцип их работы достаточно прост. В мире, где истощаются природные ресурсы, а вред, наносимый окружающей среде человеком, увеличивается с каждым днём, очень важно работать с наименьшим воздействием на природу. Экономика Казахстана активно озеленяется. Отечественные компании стали больше проявлять экологической ответственности, а выбросы СО2 стараются снижать по максимуму. Столичная логистическая фирма «Веление времени» прочувствовала одной из первых. Компания молодая на рынке всего год, но, тем не менее, уже успела заявить о себе как о передовой в вопросах зелёной логистики. В нашем контексте, в нашем понимании, зелёная логистика подразумевает использование каких-то альтернативных источников энергии, экономичных видов транспорта, которые наносят меньше вреда экологии окружающей среде. И плюс использование нескольких хабов, можно так сказать, по Казахстану, в целях сокращения расходов и выбросов в окружающую среду. В настоящее время мы начали с самого простого. Мы открыли сразу несколько центров в Казахстане для сокращения пути к дороге и для сокращения расстояний. Экологический и экономический доход от зелёной логистики в этой компании пока никто не подсчитывал. Нет специалистов, которые бы занимались этим. Однако в будущем этот пробел будет восполнен, говорят представители фирмы. Пока же здесь решают другую насущную проблему. На повестке дня – покупка новых грузовиков. Сейчас фирма обслуживает клиентов на наёмных авто, возраст которых далёк от идеального. Это, кстати, ещё один фактор, который отрицательно влияет на окружающую среду. Весна идёт, весне дорогу. Значит, и начало сезона у аграрьев уже не за горами. Один из важнейших вопросов для фермеров – сохранение и приумножение своего урожая. На фоне глобального озеленения, отказ от химических удобрений – это уже веление времени. Но альтернатива есть всегда. Пусть и не совсем обычная. Речь идёт о водорослях. Они являются хорошей органической подпиткой, богатой витаминами. Удобрения из водорослей. Технология существует уже давно. Другое дело, что в нашей стране она не получала широкого распространения. Зарубежные компании даже производят этот продукт в промышленных масштабах. Дело в том, что в составе водорослей есть компонент, который ускоряет деление клеток растения. При этом он же может замедлять старение и опадание листьев. Водоросли имеют очень много микроэлементов в своём составе. Тех микроэлементов, которых не достают в почве. Они как раз дают дополнительную подпитку для растений. У нас, допустим, в Казахстане в основном все знают удобрения, как животные отходы. И применяют их, но они дают свои побочные эффекты. А сейчас рынок как раз созрел для того, что уже многие знают, что нужны микроэлементы. Кроме того, что макроэлементы. У нас в Казахстане есть два завода, производящие макроэлементы. А всего остального нет. Поэтому Рустем Алиев и планирует открыть новый завод, который будет выпускать удобрения с микроэлементами. Он говорит, что если проект заработает, то стоимость продукции снизится в разы за счёт исключения расходов на транспортировку и таможню. По оценкам Международного союза электросвязи, около 2,5% всех парниковых газов приходится на сферу информационно-коммуникационных технологий. Конечно, сама по себе хай-тек-техника не является источником эмиссии. Однако процесс производства, эксплуатации и утилизации компьютерной техники и средств связи требует много энергии и ресурсов. Поэтому зелёные технологии начали развиваться и здесь. К сожалению, разговор пока идёт не о нашей стране. Однако, тем не менее, уже в скором будущем в отечественных учебных заведениях станут проводить курсы зелёных информационных технологий. Зелёные технологии в информационно-коммуникационных технологиях. Методическое пособие с таким названием начало разрабатывать национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». Внедрять его планируют в училищах, колледжах и вузах, а также использовать на курсах повышения квалификации IT-специалистов. Главная цель – обучение и формирование экологической культуры в бизнесе и среде населения. Такие методики уже давно используются в крупных зарубежных университетах. Наш курс, во-первых, он будет посвящён для студентов, как я уже сказала, и для специалистов. Будет включать учебную программу, где будут выделены цели, задачи, общее понимание зелёным технологиям ВКТ. Потому что на данный момент в каждой стране используют понятия по-разному. Также будет входить курс лекций, конспект лекции, который будет посвящён в общем, как использовать зелёные технологии в производственной сфере с применением ИКТ. Также будет включать литературу, учебно-методический материал по практическим занятиям, тестовые занятия, экзаменационные билеты и так далее. Гостей и участников на выставку Экспо-2017 можно будет приглашать уже после 11 июня. Именно в этот день предполагается официальное признание Астаны как хозяйки выставки. Флаг Экспо Казахстан получит в Париже и уже после этого мы сможем участвовать во всех официальных мероприятиях. Всемирная выставка с темой энергии будущего – стимул к дальнейшему развитию страны и пример для других государств в регионе. Именно эту свою позицию недавно высказал генеральный секретарь Международного бюро выставок Висента Лассерталес. По его словам, Казахстан должен стать примером устойчивого развития. Сейчас Международное бюро выставок и казахстанские организаторы решают технические вопросы. Отечественное регистрационное досье, которое мы сдали в прошлом году, уже в работе. Главная цель которой – отражение архитектурного дизайна, выбранного и разработанного после утверждения мастер-плана выставки. Международное бюро выставок будут внесены в ближайшие дни. Также стало известно о том, что из-за значительного объема работ у городка Экспо будет несколько генеральных подрядчиков. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас еженедельно, и вы поймете, что заботиться об окружающей среде выгодно. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!